В рабочем посёлке Измайлова Барышского района в годы Великой Отечественной войны работал госпиталь номер 3281. Местные врачи и медсёстры спасали жизни тысячам бойцам. Госпиталь на 400 коек имел общихирургический и терапевтический профиль. К сожалению, раны многих солдат и офицеров не были совместимы с жизнью. Хоронили красноармейцев в братских могилах. В клуб «Патриот», которым руководит Марина Андреева, входят ребята из местной школы. Наравне со взрослыми они работают в архивах, ездят в археологические экспедиции. За 15 лет существования клуба его участникам удалось восстановить данные 90 человек, захороненных в братских могилах. О своих планах активисты рассказали главе региона, который осмотрел мемориал. «Одна из братских могил, к сожалению, у самого входа в периметру. Вот здесь вот калитка, и нам стало известно, что это была большая братская могила. Почему её когда-то не обозначили, мы не знаем. И вот мы сейчас хотим как-то это место тоже обозначить, чтобы здесь машины не останавливались». Работы на площадке уже ведутся. Красят памятник, обновляют ограды. На мемориальной доске появятся фамилии не только бойцов, но и медиков. Все работы ведутся в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». «В рамках программы предусмотрено финансирование федерального бюджета, областного бюджета, ну и, соответственно, местного. Порядка двух миллионов рублей будет направлена на восстановление данного мемориального комплекса, который служит для жителей не только истории, но и направлением в патриотическом воспитании молодёжи. Здесь проводятся мероприятия на 9 мая, на все, так скажем, даты, связанные с историей». В этом году в рамках программы реализуются 450 проектов по благоустройству. Это и обустройство спортивных и детских площадок, и ремонт памятников. Все проекты, которые инициировали и разработали сами жители. Все работы, в том числе в Измайлово, будут закончены в ноябре. Анна Тищенко, Юрий Тимонин. Новости Уллправда ТВ из Барышского района.